Кто-то фотографирует природу, кто-то людей, но есть те, чьи объективы направлены в небо. Их объединяет не профессия, а любовь к воздушной технике. Вера – IT-специалист, одна из них. В авиаспотинге девушка не новичок. Мы осенью ездили в Терней, проводили там съемки, в том числе и аэрофотосъемки. Мы снимали в Токио. За границей очень сложно получить аккредитацию иностранцу. Они это сделали, мы отфотали, это было просто бомбически. Я отдыхаю, я перезаряжаюсь, это просто для меня как подъем сил, подъем энергии. Мне потом лучше работается. Мне есть что вспомнить, есть что рассказать друзьям. Есть эмоции, которыми я могу поделиться. Самолет разгоняется, отрывается от взлетной полосы шасси, и вот он взмыл вверх. Важно запечатлеть каждый момент, не завалить горизонт и держать воздушное судно в фокусе. Интересно, что в споттингах участвуют не только профессиональные фотографы, но и любители. Возрастная категория участников от 15 до 60 лет. Но все они общаются на равных, потому что увлечены общим делом. Важно все. Просто иногда хочется сфотографировать крыло, хвостовую часть самолета. Это хочется в другой раз сфотографировать. Вы стараешься, конечно, больше всего, чтобы полностью весь самолет попал в кадр. Чтобы поснимать самолеты, люди приезжают в Кневичи не только из Владивостока, но и из разных уголков Приморского края и других регионов Дальнего Востока. На этот раз были даже участники из Магадана и Южно-Сахалинска. Ведь аэропорты не так часто разрешают снимать на территории, где обслуживается воздушная техника. Авиацией увлекаюсь давно. Я собираю сборные модели самолетов. И здесь мои друзья собрались на данное мероприятие. Для меня это интересно, потому что, наверное, некрасивых самолетов не бывает. Некрасивые самолеты не летают. И посмотреть, как взлет, посадка, всю процедуру работы аэропорта всегда интересно. Однако, несмотря на более-менее свободную съемку, просто так разгуливать по территории запрещено. Локации, с которых можно фотографировать, были определены заранее, согласованы со службами аэропорта. Не стоит забывать, что здесь кипит работа и идет процесс обслуживания воздушных судов. Взлетают и садятся самолеты. Да, у нас хороший трафик, мы развиваемся. С 1 февраля мы открыли трансферную зону, запустили в эксплуатацию. Поэтому мы надеемся, что маршрутную сеть мы вместе с авиакомпанией будем развивать. И самолетов все будет больше, направлений будет все больше. Поэтому, конечно, и для фотографов, для любителей будет возможность и больше фотографировать самые разные типы воздушных судов. За день споттер делает до полутора тысяч снимков. После обработки выбирают не больше сотни. Фотографии впечатляющей техники разлетаются по различным блогам, СМИ, соцсетям и бортовым журналам авиакомпаний. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.